На висках старина Но не седуй на жизнь, что она так трудна Ведь она нам дана только раз, только раз Так живи для нее в добрый путь, в добрый час А жизнь она всегда прекрасна И не стареет никогда И не проводят мне напрасно Ни день, ни ночь, ни все года Ты грустишь, старина, что не любит она Ей ничто нипочем, так и крошетина Но звезда все же видна И сияет на нас Так живи для нее в добрый путь, в добрый час А жизнь она всегда прекрасна И не стареет никогда И не прогонят мне напрасно Ни день, ни ночь, ни все года Доброго времени суток всем Это Шансон ТВ Программа «Звездный пасьянс» Меня зовут Катерина Голицына А нашего гостя назвали Вилен Казалось бы, это какое-то иностранное имя Но тем не менее, это была просто дань советской эпохи И имя происходит от инициалов Владимир Ильич Ленин Все это сопровождается вполне себе распространенным отчеством Иванович Очень пролетарской фамилией Токарев Он родился в Краснодарском крае В небольшом хуторе И кровь кубанского казачества Дух кубанского казачества Для него не просто какая-то формальность Это не что-то, о чем он прочитал в книгах Или увидел в кино Это дух его предков Это его корни И, возможно, это один из источников его творческого долголетия Его неиссякаемой энергии И потрясающей душевности его песен Сегодня герой нашей программы Вилли Иванович Токарев Здравствуйте Здравствуйте, Вилли Иванович Ну, во-первых, я хочу сказать, что мне очень приятно Приходить на ТВ Шансон Здесь всегда дружелюбная обстановка И особенно с такой очаровательной ведущей Говорите, говорите Моей коллегой Замечательной певицей Я впервые интервью с вами буду, да? Да И надеюсь, что оно пройдет А я надеюсь, что это будет не интервью Что мы с вами просто поболтаем за жизнь Именно этого ждет многомиллионная аудитория нашего канала от вас Потому что, ну, практически все зрители нашего канала Они же ваши ярые поклонники Ваши почитатели, вашего колоссального таланта И это никакие не комплименты Это просто констатация факта Спасибо Вилли Иванович, скажите, пожалуйста 79-й год Выходит альбом А жизнь, она всегда прекрасна И это ваш лозунг по жизни Вы сами об этом говорите Тем не менее, 79-й год Далеко не самый прекрасный год в вашей жизни Это, по-моему, 4-й или 5-й год Вашего пребывания в эмиграции Когда вы прошли уже там огонь, воду И тут медных труп не проходили точно еще в то время, да? Работали, кем только не работали Это был первый альбом И альбом не самый успешный Так почему же вы его так назвали? И почему у песни такая успешная судьба? Парадокс Этот альбом через несколько лет стал востребуемым Его даже выпустили у нас в России Вот пару месяцев назад Фирма Миру Мир выпустила долгоградщую пластинку И она пользуется бешевым успехом Ее раскупают То есть эти песни были не ко времени Это моя лирика, которую я писал в Советском Союзе В Нью-Йорк и Америку наводнили наши эмигранты Одесситы и прочие люди коммерческие Люди, которые приехали в Америку сделать бизнес И у них была потребность в другой песне Им лирика вот так надоела советская А что они хотели? Они хотели те песни, которые я потом выпустил В шумном балагане В шумном балагане, да? Что-нибудь разухабистое такое? И моя жизнь после этого перевернулась с ног на голову В хорошем понятии этого слова Вот я сразу же приобрел и квартиру, и машину, и гараж Потому что меня завалили Мони-ордерами и чеками со всего мира Сначала с Америки, потом Канада, потом Южная Америка Даже из Японии приходили, из нужной Африки То есть я очень успешно выпустил этот диск А вот та пластинка первая Она потом, через несколько лет, сказала о себе Всему нужно свое время Я просто не имел опыта И зарабатывая деньги на первую пластинку Я работал 4 года в такси Чтобы собрать 25 тысяч долларов, как я посчитал На рекламу На профсоюзных музыкантов На студии звукозаписи Первоклассную я взял На производство виниловых пластинок Компакт-кассет Чтобы все это было на виду у всего мира Вот на это ушли мои деньги И туда же я потом выпустил Срочно выпустил пластинку в шумном балагане Потому что, когда я приходил на вечера Где собирались эмигранты И пел песни вот такие вот Виль, вот эти песни надо Вот это наше Что ты выпускаешь? Лирику Она нам уже надоела там В Советском Союзе Ну, я до сих пор лирику люблю И в моем творчестве Я бы взял более 30 пластинок Там 85% лирики Я очень люблю лирику И поэтому никогда от нее не откажусь Но, тем не менее, я пишу песни И те, которые нравятся и сегодня Моим поклонникам Шумном балагане Любят собираться Шулики, бандиты Борю всех хвостей Кто пришел напиться Кто пришел подраться Кто пришел послушать Свежих новостей Когда не был я балаган Кто залежал из мой нога Да-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Шумном балагане Часто появлялся Подлинный красавец Гречка Женщинам лукаво Гречка улыбался Но в работе Гречка Никудышный вор Он потом радуется за то За что не должен знать никто Да-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Шумном балагане Был за всех датаем И таков известный Вадик-пианист Пусть он гениален Звездных пусть хватает Но душой уберета Даже у меня вот будет маленькая сенсация, я выпускаю двойной альбом моей инструментальной музыки. Эта музыка не только для нас, музыка для всего мира, потому что она интернациональна и выполнена в лучших традициях этого жанра. Я слышала об этом, но я думала, что это какая-то газетная утка. Это будет издана в Бразилии, тем более, что я уже приглашен на карнавал, где будет исполняться моя пьеса «Ми Бразил». Потому что они слушали, они сказали, как это вы, русский человек, написали такую песню, музыкальную пьесу, которая соответствует на 100%. И там в консулате человек, который музыкой занимается, он говорит, что это что-то потрясающее. Но вот как раз я сейчас занимаюсь сведением этого альбома, он уже начат, и он будет готов к февралю, когда я буду там со своей пьесой. Я даже заработаю хорошие деньги. Мне покупают это платье, я предлагал ее в России, я предлагал ее в разных городах, богатым людям. Я говорю, это что-то, это уникальное явление. Когда я был в Лос-Анджелесе, я в Голливуде показал свою одну пластику, я выпускаю двойной альбом. Меня слушали 7 продюсеров, которые Фрэнка Сенатора, Тони Беннета, один даже Элла Федеральт был у нее. Они слушали час-двадцать до конца каждую пьесу. Я выгрузил их сигарами, висками пили. И вот один встал, это его фамилия Рейган, который вот Фрэнка Сенатора, Тони Беннета делал концерт. Он говорит, сегодня я услышал здесь несколько шедевров. Для меня это было, знаете, один шедевр уже хорошо, он сказал несколько. Так вот, это будет издано в Бразилии. И, к сожалению, я хотел, чтобы это было в России. Но никто даже слушать не хотел, они говорят, нам это неинтересно. Ну, куда обращаться, я не знаю. Может быть, судьба этой пластинки будет такой же, какой была судьба вот этих ваших американских песен, которые пришли в Россию вот оттуда? Я уверен, что так будет. У меня там тоже в разных жанрах написано. Там и джаз, и легкая музыка, и шуточные. Допустим, у меня есть там пьеса «Танцующие куклы». Когда один человек из Лондона приехал ко мне, вот недавно, две недели назад, он послушал, говорит, слушайте, это же, это уже можно спектакль делать по одной песне. И они даже предложили, чтобы на мои вот эти пьесы выбрать, мюзикл сделать, как сделала Аба. Эбби Роуд, есть такая студия, а тут человек говорит, хотите, мы вам мастеринг сделаем бесплатно? Представляете, вот, я говорю, ну, хорошо, я буду очень рад. И когда я сведу ей все это, я им отдам, пусть я сделаю мастеринг. Почему нет? У меня нет такой аппаратуры, чтобы мастеринг делать. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вот я, например, для себя открыла много нового, читая о вас. Оказывается, у вас вышло много альбомов на разных языках мира. Это правда? Да. Об этом вы можете рассказать? На каких языках? Например? Я вообще ничего об этом не знаю. В будущем Америке я написал песни, которые перевел профессиональный Ричард Малоне и еще один переводчик, поэт. И также я сам написал текст «I'm crazy man». Потом я был приглашен в Венесуэлу, я был у Гачавеса и его окружения. Я пел песни, мои песни, переведенные на испанский язык. Михаил Чиликов сделал прекрасный перевод. И моя песня «Каракас», которую я пел по-испански, там имела большой успех. Ну, вообще, я, будучи в Венесуэле, получил большое удовольствие от общения с людьми и от того, как они приняли мои песни. У меня также есть несколько песен на итальянском языке. Тоже переводчик делал на итальянский. Турки мне, не наши, а турки пригласили. Я пел две песни на турецком языке. Вот, ну, это песни, песни случая. А так я пишу вот в основном по-русски, по-английски, в основном по-русски. Это не моя задача петь на других языках. Моя задача вот заниматься тем, что я занимаюсь. Мне очень приятно, что песни, написанные 20-30 лет назад, у меня спрашивают сегодня. Это высшая награда для автора, когда его песни живут вместе с ним и его поклонниками. Это, я не знаю, как это получается, но когда я приезжаю на концерт, у меня записки присылают, чтобы я исполнил эту песню. Я жил когда-то под кремлевской звездой, теперь живу за Атлантической водой. Познался с радостью, удачей и бедой. Я повзрослел, хотя был очень молодой. О, если б знали, о, если б знали, как этой встречи мы долго ждали. Меня с концертом сюда позвали, и я пою вам вот в этом зале. Я за Россией наблюдал издалека, порой была по дому шуткая тоска. Когда с востока приплывали облака, тянулась к ним всегда с приветствием рука. О, если б знали, о, если б знали, как этой встречи мы долго ждали. Меня с концертом сюда позвали, и я пою вам вот в этом зале. И все-таки заглавная песня, а жизнь, она всегда прекрасна, написана вами в самый нелегкий период вашей жизни. Была ли прекрасна ваша жизнь? Вы же никогда не писали песен на потребу, вы же писали всегда о внутреннем своем состоянии. Что дала вам эмиграция и вот те сложности, которые вы пережили в период 74-го года? Она дала мне возможность убедиться в том, что если ты хочешь и можешь, ты можешь сделать, ты, главное, должен хотеть это сделать, ты можешь достичь. Я пришел и приехал туда с 5 долларами. У меня не было никакой еврейской организации. Я по национальности русский, и меня приняла дочь Льва Николаевича Толстого. Она заведовала Толстовским фондом. Мне там дали мизерные пособия, ну, спасибо за это даже. И какие-то месяцы они меня обеспечили. Потом я вынужден был найти работу и сам как-то там устроить свой жизненный ценз. Ну, вот получилось так, что, конечно, было очень трудно. Но, тем не менее, я всегда был оптимистом. Я в самые трудные моменты писал песни радостные, веселые, потому что я мог уйти от этого рутины безнадежности. Погрузившись в музыку. Да, и писать музыку, и надеяться на то, что будет хорошо. Я даже, знаете, чувствовал себя хорошо, даже когда было очень плохо. Потому что, если поддаваться этой обстановке, когда плохо, и еще ты будешь вешать голову, все, ты пропал. Я шел наперекор этим трудностям, несмотря на кучу завистников, которые были. Они говорят, что такие песни пишут, что такое тракторист, что такое хвост чешуя. Они не понимали, что это такое. Потом, когда пришло время, и один писатель, его фамилия Суслов, он в Вашингтоне был у него, в Белом доме, я думаю, выступал. И он сказал, Вилли Токарев пишет блатные песни для интеллигентов. Ну, мне было очень приятно это, потому что он, как писатель, он оценил мое поэтическое творчество. Потом мне в России Ассоциация российских поэтов предлагала издать сборник моих песен, потому что они сказали, что это тоже уникальное явление. Вот, и, ну, я так не придаю этому значения, я особенно так не стремлюсь к такому пиару. Моя главная задача – выпустить песню, чтобы она была доведена до слуха моих поклонников. Ну, вот, на сегодняшний день я выпустил более 30 пластинок и песен в более чем 10 разных жанрах. Однажды папа заказала мне сазана, Как никогда вдруг натянулась облезна. С окна я вытащил живого партизана, Не знал он беды, что закончилась война. А тут случайно я крючком поймал русалку, Я это помню, это было как вчера. Крючок я бросил, бросил леску, бросил палку, А в результате я поймал лишь три пера. Эх, хвост, чешуя, не поймал я ничего. На меди я ловил с рассвета до рассвета, Поймал мешок я кисти перых огуней. Пришел домой под утро, бабы дома нету, И партизан под лес ушел, конечно, злей. Эх, хвост, чешуя, не поймал я ничего. И как рыбак я был, наверное, невезучий, Вы не поверите, но я не стану врать. Заброшу к черту этот рыбий спорт вонючий, Пойду туда, где учат шахматы играть. Эх, чтоб твою мать, буду в шахматы играть. Эх, чтоб твою мать, буду в шахматы играть. На Шансон ТВ программа «Звездный пассианс». Сегодня у нас в гостях Вилли Токарев, очень уважаемый человек. Человек, который пишет песни о том, что жизнь прекрасна даже в самые тяжелые, в самые, казалось бы, безысходные периоды своей жизни, никогда не унывает. Вилли Иванович, в период, я так понимаю, вот с 1974 по 1989 год, когда начались гастроли в СССР, Вы выпустили около 20, ну, разные средства о разном говорят, 22-24 альбома Вы записали в Соединенных Штатах Америки. И потом на Вас обрушилась слава уже в СССР. То есть 1989 год, Ваш первый гастрольный тур. Кто помогал организовывать гастрольный тур? Расскажите, пожалуйста, об этом. Значит, смотрите, слава, оказывается, пришла еще до того, как я приехал в Советский Союз. То есть мои пластинки, туда забирали спортсмены, дипломаты. И даже в Афганистане, когда наши были там, мне рассказывали, они слушали песни. Люди работают еще в Африке, наши послы там всякие, их жены, они тоже, туда тоже пришло. Потому что мои пластинки копировали в Амстердаме и продавали их по всему свету. Люди делали деньги. Это очень нравилось людям. Как я попал в Советский Союз с концертами? Сначала меня пригласила на это Алла Пугачева. Я ей очень благодарен. И когда своим боссам говорил, ребята, смотрите, люди приезжают из Советского Союза, они говорят, что мои песни-то популярны, давайте сделаем что-нибудь. Они ничего не делали. И вдруг ко мне обращается Шульман, это известный очень... Антрепренер, да. Антрепренер в Нью-Йорке. И с Аллой они меня пригласили в Хаят-отель. Алла, значит, у меня был шикарный номер с птицами там всякими, с зверями. Она начала меня... А вот это, говорит, будете писать? Это не надо, вот это надо. А Шульман говорит, я хочу сделать тебя рублевым миллионером. Ты будешь работать у Аллы. Я, конечно, согласился. Пожалуйста, я очень рад. Алла меня тут же берет на самолет, мы приезжаем в Москву, она делает вот так. Раз, и телевидение здесь. Два, журналисты здесь. Три, писатели, там, рождественские, Бальтер Манс, который Сталин фотографировал еще, понимаете, фотограф известный. Она была всесильная тогда, понимаете. Концерт там где-то, выступление, я пою там. Для нее это было просто... Она могла все тогда. Когда об этом узнали мои боссы, у которых я работал там, в Нью-Йорке, в ночном клубе Одесса, они очень забеспокоились. И поскольку я от них зависел, это моя работа была, они, к сожалению, меня не то что переведили, они захотели сами поехать в Советский Союз. И видят, что получилось у Аллы, и они приезжают снова в Советский Союз. И снова договор о том, что я буду работать там. Но уже через госконцерт, госконцерт официально приглашает меня выступить с гастроли по Советскому Союзу. Этому поспособствовал Иосиф Кобзон, спасибо ему. Он тоже был тогда такой же, как Алла Могущественный. Вот. И я заключаю договор с госконцертом. Шульман тоже подписал договор. Но когда Шульман узнал, что я это сделал, он, естественно, подал в суд на меня. И меня вызывает на разборку в Нью-Йоркский департамент суда. Я потратил около 20 тысяч долларов за адвокатов, я платил за это, потому что я попал. Но боссы говорят, ты отработаешь, ничего там. Короче говоря, был суд. И меня оправдали по той причине, что там у них был, у Шульмана был один пункт, который не соответствовал американским законам. Это рабовладельческий пункт. И на этом основании они сделали десмист. Я, так сказать, выиграл свое дело. И, значит, стал работать от госконцерта. Я хотел работать с Аллой, но не получилось, потому что я был зависим. Если бы я сказал, ребята, извините, я буду работать с Аллой, они бы меня сожрали просто. Не дали бы вообще возможности, когда я вернулся бы, не работать, ничего. И потом их амбиции, они хотели этого. И они это сделали. Они привезли меня сюда. Вот история. Первого тура. И, знаете, Алла вправе на меня обидеться, потому что получилось то, что она не знает сути. Если бы она знала, что произошло... Дорогая Алла Борисовна, если вы смотрите телеканал Шансон ТВ, я знаю, что вы его смотрите. Это программа «Звездный пассианс». От себя лично, от всего творческого коллектива нашего телеканала, от Вилли Ивановича Токарева. Мы просим вас не таить зла на то, что случилось уже много-много лет тому назад. То, что никто вас лично обидеть не хотел. Мы вас очень любим. И мы спасибо вам за то, что при вашем участии великая страна под названием СССР впервые увидела и услышала Вилли Токарева, который сегодня герой нашей страны. Она является виновницей всего этого. Спасибо, Эль. Мне встречались часто умники капризные, рассуждают о России сукоризною. Лясы, что точить, слетай сюда доглазками, посмотри и не питайся больше сказками. Не смотри, что не хватает здесь компьютеров, что не смотрят телевизоров на хуторах. Загляни поглубже в душу, в душу русскую, перестанешь называть перусских грустными. Одному Россию поддавай с гусарами, а другому только самоварами. Третьему она кабак да водочка, а четвертому Сибирька лодочка. Есть фанатики на свете твердолобые, заболевшие болезнью русофобией. И долдонят, чтоб Россию уничтожили. Ну и твари, да чего же суки дожили? Эй, кулак забудь, напрасно кулаками хвалишься. А с мечом придешь, то от меча и свалишься. Если хочешь жить на свете поспокойнее, Уважай Россию, маму подостойнее. Одному Россию поддавай с гусарами, а другому только самоварами. Третьему она кабак да водочка, а четвертому Сибирька лодочка. Правдами, неправдами, судами, не судами тур в 70 городов состоится. Да. Вы возвращаетесь в Нью-Йорк, и тут же следует предложение второго тура. Правильно? Первый тур был такой. Москва, Ленинград, Киев, Одесса, Сочи. И множество городов. Я сделал благотворительные концерты для жертв спитакой. Я сделал детский фонд Лиханова. Я сделал для спортсменов. Я очень много дал концертов благотворительных. И это были бесчисленные концерты в киноконцертном зале «Россия» и в Лужниках, в Москве. Всего было 70 концертов за этот период. А потом, в 90-м году, меня пригласили на открытие газеты «Совершенно секретно». Вы знаете, кто автор, да? Вот. И они предложили мне еще один тур сделать. И этот тур состоялся от Киева до Камчатки и Сахалина. С оркестром Крола, гениального Крола. У меня была команда обслуживающая. С оркестром вместе 75 человек. Вот тогда такие возможности были. И я заработал хорошие деньги, знаете, концерты были через день, каждый день. Мы почти полгода ездили туда-обратно. И, знаете, тогда меняли один к одному. Доллар стоил один рубль. Вот нормально было. Да. Ну и что, получается, что, смотрите, вы отработали вот один большой тур по СССР, и дальше началась катастрофа. СССР, как страны, не стало, да? Все рассыпалось, все развалилось. Каким же образом вы все-таки пришли к решению остаться здесь, в этой стране? Они все-таки наездами из Америки, осторожненько как-то присматриваться, что же было здесь? Я поехал в Америку не потому и не из меркантильных соображений. Я поехал для того, чтобы реализовать свое творчество, которое было невозможно реализовать здесь. Потому что здесь были свои рамки, так сказать, прокрустного ложа соцреализма, куда не укладывалось вот то, что я хотел. И поэтому я вообще всегда был и везде законопослушный. Я не хотел нарушать и подпольно издавать свои продукции, которые не разрешали. Я решил подыскать страну, где бы я мог реализовать это творчество. Для меня подошла Америка. Когда мне все-таки, как русскому, все-таки разрешили выехать туда, это было очень трудно, рассказывать об этом уже долго. Но, тем не менее, мне дали разрешение. Я мог уехать в Швецию, в Германию, в Австралию, куда хотел. Я выбрал Америку, потому что эта страна ближе к России была по контингенту людскому. Ну и русских больше было. Да, русских там ездят. И потом мне нравились ее законы. Я туда приехал, у меня за всю жизнь никто не спросил, вот зачем ты сюда приехал, почему ты пишешь эти песни. Никто ничего не спрашивал. Я очень благодарен Америке за то, что она приютила меня и дала возможность состояться как человеку и музыканту. И также я благодарен России, Советскому Союзу, где я получил образование, где я получил массу того, что мне потом пригодилось в моей жизни. Я благодарен всем тем, кто сделал мне хорошо. А я в Россию из Америки вернулся. Россию маму не видал я столько лет. Я, слава Богу, не сломался, не согнулся. К родной Москве не затерялся в сердце след. В Москве встретил знаменитого Брунова. Я с ним в Нью-Йорке в ресторане выпивал. Мне так приятно было слышать Борю снова. Он анекдотом убивает на повал. Гостил я в доме у Иосифа Кобзона. Я подружился с ним легко и навсегда. И от Москвы реки до самого Гудзона. Он, как и прежде, покоряет города. Я был у Аллочки, у Аллы Пугачевой. Там были гости всяких ранков и мастей. Мы пили водку за здоровье Горбачева. Обед сама сварила Алла для гостей. Я говорю, мама, я вернусь. И я сделал свое дело. Как говорят, пришел, увидел, победил. Я выпускал 22 альбома с моими песнями, которые сделали меня популярными во всем мире. И приехал в страну, где я был очень востребован. Там в Америке концерты сделал, тур, и год можешь отдыхать. А поскольку я человек работающий, и сегодня, мне сегодня 81 год скоро будет, да? Но мой биологический возраст, по анализам, по всем, 50 лет. Это самое, 45-50. Потому что я, мне нет проблемы. Я работаю так же, как я работал и 40 лет назад. Я вообще, знаете, я живу здесь, я люблю здесь жить. Плохо в России, хорошо, прекрасно. Я ее всегда буду любить. Почему? Потому что это моя родина. Родину не выбирают. Она дается с рождения. Ей нужно дорожить. Не нужно, а это настоящий человек, он даже не думает, нужно или нет. Это у него естественно происходит. Он любит свою страну. У него ностальгия, когда он в ней и ее. Он радуется, когда он приезжает в нее. Не важно, как здесь живется, плохо или хорошо. Есть здесь то, что там есть, или нет здесь этого, да? У них тоже нет того, что у нас есть. Да, это точно. Это тоже надо иметь в виду. Вот так что я, знаете, я всегда могу поехать в Германию, туда, в Америку. Поехать, сделать там, купить что-то и приехать обратно. Я очень доволен. У меня есть все. Семья, дети, мои прекрасные дети, они учатся отлично в Нью-Йорке. Моя жена защитила диссертацию, закончив в ГИК с отличием по киноискусству в Америке. Ей даже предложили уже работу здесь, в России. Когда она закончила в ГИК, она хотела где-то работать. Ее нигде не принимали, нигде не было работы. Тем более, это 90-е годы были. Сейчас она преподает в университете на английском языке. Представляете, вот она за эти годы выучила английский. Но дети в совершенстве владеют английским. И лучшие ученики школы, где они учатся. Представляете, директор школы говорит, смотрите, они три года здесь живут, они лучше вас всех учатся. Они оба отличники. И даже моя дочь Эвелина получила золотую медаль за труд, который написала «История Америки». Малыш учится в хоккейной лиге, его взяли бесплатно, нужно платить деньги. Он такой талантливый играть в хоккей и на льду, что он ходит бесплатно три раза в неделю, чтобы потом его взяли в главную лигу хоккейную. Вот такие у меня новости, знаете. Я очень доволен, что моя дочь, ей дали грант, чтобы она изучала медицину. Сейчас она будет в госпитале, как бы практику иметь. И она хочет посвятиться медицине. У нее очень большие данные к этому. Ну и тем более, что они увидят, что этот человек может быть доктором. Там же в Америке все очень, знаете, там говорят так. Вот в школе учатся, не важно, какая школа, там платная, бесплатная, там, да. Наблюдают за учеником, каждым. И вот есть выдающийся, его на заметку. Потом ему как-то там незаметно предлагают перейти в другую школу. С лучшим условным, он переходит туда, за ним там следят. Он делает успехи. И потом, когда он заканчивает колледж, ему говорят, хотели бы получить работу. Дают ему работу. Вот такая система там, знаете, не потому, что вот твой папа там какой-то там генерал, и кто тебя там продвигает. Нет. По знаниям, которые ты имеешь, они человека ведут за ручку незаметно. И потом, когда он достигает возраста и получает диплом, ему просто дают работу, ему не надо искать, потому что за ним следили все эти годы. Вот такая система есть там. Вот. Я бы хотел, чтобы здесь тоже так было, потому что у нас очень много талантливых людей. Я их встречаю везде, когда я иду на кастроли, и они со мной беседуют. Я вижу, какие у нас талантливые люди. И композиторы, и певцы. Но очень трудно попасть в эту сферу. Очень большая конкуренция. И другие какие-то обстоятельства, которые мешают этому. Ну, ничего. Человек, который имеет желание прорвется, он сделает свое дело. Так что не отчаивайтесь, пожалуйста. Имейте в виду, что если у вас есть что-то хорошее, что нужно показать, вы должны пробить это, чтобы вам не стоило это. И потом, когда вы это сделаете, вам будет делать остальное очень легко. Годы летят за годами, но не проходит ни дня. Чтоб я не вспомнил о маме, о маме, взрастившей меня. Мама моя, чтоб ты знала, я пред тобою в долгу. Ту, что меня пеленала, я словно жизнь берегу. Я целую тебя, обнимаю, как всегда беззаветно любя. С днем рождения, милая мама, поздравляю сегодня тебя. С днем рождения, милая мама, поздравляю сегодня тебя. В радость, в счастье и в горе твой драгоценный совет. В этом бушующем море нужен как воздух, как свет. Мне не представить такое, как же ты, мама, смогла в жизни такой беспокойной сделать большие дела. Я целую тебя, обнимаю, как всегда беззаветно любя. С днем рождения, милая мама, поздравляю сегодня тебя. Вы смотрите Шансон ТВ, это программа «Звездный пассианс». У нас в гостях полный оптимист, человек, который не верит паспортным данным и считает, что ему всегда будет 50, а я бы даже этого возраста ему не дала. Человек, который любит свою родину и заряжает нас всех своей неиссякаемой энергией, Вилли Токарев. Вилли Иванович, ну расскажите тогда про Джулию уж нам. У меня было пару ошибок, можно сказать. Ну, всякие ошибаются там, например, человеку жмут туфли, он меняет их, да. Костюм не сходится, там пугается, он тоже выбрасывает и меняет. Также жены, они не подходят друг другу. И здесь не должно быть, знаете, такого, что вот ты должен терпеть, и авторитет твой не должен падать, потому что ты вот женился и потом поменял другую. Нет, ты должен сделать так, чтобы было удобно тебе и ей. А это когда вы плохо живете, не совпадение чего-то, лучше расстаться, потому что человек живет один раз, и эти мучения ему не нужны. Он должен найти то, что ему подходит, а она так же. И так часто бывает. Люди потом благодарны судьбе, что так произошло. У меня было пару ошибок. Одна, я был студентом музыкального училища в Ленинграде и позволил себе брак. Потом был второй. Ну, это все такие недолгие периоды были. И я потом начал задумываться. И когда я стал популярным, вот приехав в Советский Союз, мне было тысячи предложений. У меня чемоданы писем были, фотографии девушке присылали. Я сказал, что человек должен узнать сначала, минимум год, надо его узнать, потому что женщины бывают очень скрытые. Они выдают из себя не из-за того, который она есть, а большие актрисы. И могут, как говорят, лапшу навешать на уши, и человек поверит. А потом, когда все случится, она начинает из него бить веревки. У меня это прошло уже. Я имел опыт, и однажды я случайно в метро встретил... Я опаздывал в аэропорт, и поэтому взял метро, чтобы приехать быстро туда. Две девушки стояли, я говорю, вот как мне ехать в сторону аэропорта? Они говорят, мы едем тоже туда. Было всего три остановки. Я не думал, чтобы я их мог что-то, какие-то претензии на них иметь, да. Но я сказал, я вернусь из Германии, я там месяц буду, у меня гастроли. Я вернусь и приглашу вас на мой концерт. Я вам позвоню. Вот проходит месяц, она говорит маме, а потом рассказывает мне. Вот видит, он обманщики все, он не звонит. И в это время звонок, совпадение такое, да. Она говорит, мама, это он звонит. Ну, мы с Джулией встречались целый год. Мне тогда Жириновский дал такой документ, что я являюсь помощником депутата. Я иногда приходил в Думу, сидел там, слушал, как они говорят. Вот, и я ее подключил к этой жизни. Потом мы с ней были где угодно. Мы даже заходили в пышечные, где простой народ выпивает там рюмочки, кушает эти вот такие пышки с дырочками, жареные. И мы тоже это кушали. И быть в этом обществе очень приятно. Это люди, которые составляют основу нашей страны. Это очень простые и доброжелательные люди. И они меня узнавали, мы там говорили. Таким образом, с Джулией я встречался год. Мы разговаривали на «вы». Она была неприступная. У меня было столько поклонников. Слушайте, ну мы хоть и не любим о цифрах говорить, но у вас, по-моему, больше 40 лет разница в возрасте. Ну да, я говорю, вы знаете, вот я человек свободный, у меня никого нет. Но дело в том, что мешает наш возраст, мой возраст. У нас очень большая разница, 42 года. Я говорю, я не знаю, я бы вам сделал предложение, но я даже стесняюсь это делать. И вот она с мамой поговорила, а ее мама говорит, ты не должна этого человека водить за нос. Скажи ему да или нет сразу. Он не тот человек, с которым можно поступить иначе. Она приходит, она говорит, мама, а я, говорит, я решила, он будет мой. Потому что, когда я только увидела его в метро, я тогда уже поняла, что он будет мой. Что-то такое у меня пришло, как первая любовь, я не знаю, так бывает такое. И потом мы решили узаконить наш брак. У нас родилось двое детей, и мы очень счастливы. У меня такое, знаете, ощущение, что я с Джулией только вчера встретился. Она, во-первых, в любой компании, она центр внимания, хохотушка, заводит публику, и все говорят, какая у вас супруга, такая умница, такая остроумная. Вот она стала до сих пор такой. Мы даже по телефону хохочем, когда разговариваем, она в Нью-Йорке сейчас. Знаете, вот такое чувство, что нет ни привыкания, ни надоедливости. Мы у нас все время очень много касательных, нам очень легко. Трудно нам или плохо. Бывали моменты, когда вообще было плохо, но никогда это не отражалось на наших отношениях. И Джулия, вот она очень простая, у нее пальцы свободные, она не любит вот эти кольца всякие, драгоценности. Не то, что она такая, знаете, невежда, она просто любит другое. Ее внутренний мир мне очень подходит, потому что у нас очень много касательных. Чувство юмора, она знает киноискусство, она любит музыку, она сама играет на фортепиано. И вообще, как человек, характер человека мне очень подходит. Хотя она Овен, а я Скорпион. А в гороскопе написано, что когда Скорпион увидит Овена, он должен на другую дорогу перебегать. Ты меня с ума свела, Джулиан, Джулиан. Быть влюбленным капала, Джулиан, Джулиан. Но и без любви к тебе, Джулиан, Джулиан. Пусть то выло бы в судьбе моей. Мне тебя не разгадать, Джулиан, Джулиан. Мне смеяться и рыдать, Джулиан, Джулиан. Но загадана судьбой, Джулиан. Джулиан, быть счастливым не с тобой одной. Эх, ты жизнь моя цыганская. То ничего, то пьем шампанское. Я то крутой, да невозможности. То я пустой, да осторожности. Да и судьба неугомонная в ней, то тюрьма. То жизнь бомонная в ней, то кино. То ярко светится. Я расстаюсь, чтоб снова встретиться с тобой. А ты, а ты, а ты, разрушила мои мечты. Сердце стучит опять, значит, я танцевать. Я тебе кричу, я тебя зову. Бабы любят, Чупчик, кучерявый. Всюду бабы падки да курей. Как уиты, Чупчик, кучерявый. Самолуча, бласка пей добрей. Чупчик, 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 кучерявый А ты не веешься в литру А карман, карман ты мой дырявый А ты не нравишься вору Нет, достать мне пару миллионов евро Я бы все их бабу раздарил Эх, ты чупчик, чупчик, кучерявый А зачем меня ты разорил Чупчик, 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 кучерявый А ты не веешься в литру А карман, карман ты мой дырявый А ты не нравишься вору Но однажды женские куряшки Так скрутили голову мою Что ночами стылись мне парашки И с тех пор пою я и пою Чупчик, 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 кучерявый А ты не веешься в литру А карман, карман ты мой дырявый А ты не нравишься вору Вы смотрите «Звездный пассианс» на телеканале Шансон ТВ Сегодня герой нашей программы Вечно молодой, вечно влюбленный Вечно поющий, вечно творящий Вилли Иванович Токарев Скажите имена детям Эвелина и Милен Как-то перекликаются с Виленом Эвелина Э-ви-лина Это Вилена Так, так, так Это придумала Джулия Не Эвелина, Э-ви-лина А, Э-ви-лина, понятно, так Дальше, Милен Очень долго искали имя для него Купили книги Начали искать, как же его назвать Вот такой милый мальчик, красивый И мы нашли имя Милен Старое русское имя И дали ему Милен Виленович Вильямович Вильямович, да? Очень красиво Звучит Токарев Шикарные имена Когда вам, у вас был юбилей И по этому поводу был ваш бенефис В рамках фестиваля «Звезды Шансон ТВ» На Славянском базаре в Витебске Где, ну, я, например, посчитала За честь принять участие в этом фестивале Потому что песню «Мой муж-муженек» Если я вам скажу В 80-е годы сколько, работая в ресторане Я на ней заработала денег Ну, как бы это, конечно, не идет ни в какое сравнение С миллионными гонорарами звезд Но по московским кабацким меркам Это было очень и очень прилично Я за вечер ее могла спеть там раз 10 Например, так ее заказывали в Кубаках И для меня было огромной честью Петь вот эту вашу песню «Мой муж-муженек» У вас на бенефисе И многие звезды приняли участие И мы, когда с вами разговаривали за кулисами Вы сказали «Да подумаешь, юбилей, какой юбилей» Мы вот с Джулией там еще двоюню хотим родить Помните это? Это была шутка или нам ждать пополнения токаревых вообще? У нас в планах это есть Тем более, что это, Джулия, это можно еще А мне тем более Чем больше токаревых, тем лучше Даешь токаревых хороших разных Говорят, когда рожается ребенок И на 25 лет идешь моложе За счастьем мы по свету бродим И на околице земли Бывает счастье мы находим От нашей родины дали Но к одному все возвращается По всем проехав городам Счастливым быть не получается Когда душа осталась там Снегопады, снегопады Часто снятся снегопады И друзей далеких лица И над речкой туман Снятся русские сугробы Но просыпаешься с тоской С неба смотрят небоскребы А я маленький такой Мы с болью в сердце уезжаем Чем дальше, тем тоска сильней И в поле новое бросаем Зерно судьбы расти скорее Ну а когда в России святки Зайдем на прайдом в ресторан Чтоб выпить под березкой в катке Российской водочкой в стакан Снегопады, снегопады Часто снятся снегопады И друзей далеких лица И над речкой туман Снятся русские сугробы Но просыпаешься с тоской С неба смотрят небоскребы А я маленький такой Помимо выпуска инструментального альбома в Бразилии Что еще сейчас творчески хочет реализовать Я написал очень много лирических песен И сейчас выходит мой альбом Посвященный Михаилу Шемякину Я написал песню Спасибо, Миша А до этого написал песни Мишка Шемякин И А ты рисуй Это все посвящено этому гениальному художнику И сейчас я выпускаю двойной альбом Где включены по его желанию Мои старые, новые Один альбом будет из старых песен Другой альбом только из новых песен А я также продолжаю писать мою лирику Это мой конек У меня лирика Это самый, как я уже говорил 80-85% Моего творческого багажа Но вот эти, а все равно бытовые зарисовки Которые вам так потрясающе удаются Вот эти вот жизненные, сатирические Сейчас не поуменьшилось тем Которые хотелось бы затрагивать Нет, нет, нет Все равно по-прежнему У вас же есть вот эти песни Которые как маленькие фильетоны Да, только рассказанные поэтическим языком И облеченные в музыку У меня в голове рой мелодий Я иногда не могу все выполнить Дайте пару пчел Иногда я сплю, у меня рождается мелодия Я во сне Я не работаю, она сама приходит Я тут же ее записываю Или на диктофон Если не запишу, все Буду месяц, год, можно жить Сожалеть об этом Поэтому я приучился Если это пришло, нужно записать Огромное такое сейчас Прям вот по ветре идет записи дуэтов И на мой взгляд Очень часто получается так Что один артист все-таки как-то использует другого Менее популярный использует более популярного Дуэты Вилли Ток Ну я могу назвать имя одного человека Он предложил мне дуэт Это начинающий певец И он написал песню «Снегопады» Его фамилия Бондарев Шикарная, кстати, песня Я даже подарил ему строчку Я говорю, не надо писать мое имя, я тебе дарю Мы сделали эту песню Он, правда, у него телевидение было Такое богатое, я такого не видел Машины, лестницы, вот эти все Прожектора Мы сделали клип И он популярный, до сих пор востребованный Вот что значит одна песня Я вот недавно на Витебске записался «Рая отрадная» Я никогда ее не слышал, не знал Но я полюбил этого человека Зачем? Талантливая, талантливая Понравилась, да? Очень И я сказал, что эта песня будет хитом Она подтвердила мне Вот мы встречались с ней пару дней назад Она говорит, вы знаете Нашу песню взяли на ротацию 24 региона Это рекорд вообще Я пошла гулять на речку И мечтала про себя Как выйти замуж поскорее И вдруг увидела тебя Ай-яй-яй-яй-яй-яй Ой-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй Ой-яй-яй-яй-яй-яй Если замуж хочешь за меня Надо, чтоб послушною была Угождала всей моей родне И любила больше жизни на земле Я тебя с собой возьму Насмотрен и повезу Всей деревне покажу Потом замуж позову Много хочешь, милый, от меня Не нужна мне вся твоя родня Слишком много взял ты на себя Не пойду я замуж за тебя Я тебя с собой возьму Насмотрен и повезу Всей деревне покажу Потом замуж позову Я тебя с собой возьму Насмотрен и повезу Всей деревне покажу Потом замуж позову Я сама хочу взять мужа Что бродню мою любил По морям и океанам Он везде меня возил Ай-яй-яй-яй-яй-яй Ты ищи тебе подругу Ту, которая нужна А я тебе найду музычину С ним буду вместе навсегда Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Я очень хорошо бэки могу петь Чисто Не вообще фальшиво Я даже записал Все мои пластинки Написаны бэки Это мной Женские голоса я пою Я работал в ансамбле «Дружба» Сиди, ты поехай У Броневицкого И он научил меня Хоровому Хоровой аранжировке И пению Я пою фальцетом Это как женский голос И пою нормально И у меня тесситура Так достаточно Я могу до ля дойти Там соль А откуда такая классическая Постановка голоса? Вы же по образованию Контрабасист Я не учился никогда пению И пению никогда не Пению когда учат Они могут Это природная постановка Спортить могут Поставить голос И будешь так О-о-о-о Да Надо петь душой Умом, душой И своим темпром голоса Это Я вообще музыкант Поющий музыкант А какие песни вам Мама в детстве пела? Мама в детстве пела? Мама пела кубанские песни А можете что-нибудь спеть? Распрягайте хлопцы конев Они пели на украинском языке тогда, да? Да, но на суржик На суржике, да И вот я помню Даже когда мне было 5 лет Я Нам детям разрешали В субботу, в воскресенье Когда у них отдыхали После работы на полях Они собирались Выпивали там Вино пили Пели песни Мы слушали в уголке И потом Идите спать И вот мы За лето Выучили песни Которые они поют Я говорю Я собрал ребят Мы потихоньку Когда они работали в полях Мы в сарае Репетировали? Да Да ладно И вот однажды Я спросил А можно мы споем? Ну, конечно, можно Когда мы спели То мама рассказывает У многих были Слезы умиления Они плакали от этого Что они слышали Вот я тогда В 5 лет Создал этот хор Это моя первая музыкальная практика была А потом меня Дядя Миша Брат моей мамы Научил играть на балалайке И основа моего творчества Вообще Джаз Популярная песня Все мои песни Это народная музыка Я на ней воспитан Потом Музыкальное училище Куда я попал По конкурсу Был 5 человек на место Я Когда увидел список Что я включен Я был счастлив Не знаете как Это я обрел Классическую Музыку Это другой жанр Потом пришла Тематика в стиле Битлз Кровь под и слезы Я это тоже полюбил Тоже изучил И вот Потом я работал С кроллом В джаз-оркетре Я играл с джазовыми музыкантами На контрабасе Я играл с Давидом Голощокиным Это великолепный Мастер своего дела Талантливый человек И прекрасный человек Я очень счастлив Что я работал с ним Я работал с русским Стэн Гэтсом Слава Слава его звать Вот И я с ним играл В ленинградском ресторане Нева Он играл так на саксофоне Как наш Как наш американский Стэн Гэтс Он точно его копировал В мае все случается Сердце молча мается Королям и солнышкам И ничем не до сна Травы пахнут мятой Очень-очень-очень непонятная Это первая весна Травы пахнут мятой Очень-очень-очень непонятная Это первая весна Травы пахнут мятой Пахнут мятой Пахнут мятой Ночи незаметные Слюбиться не слюбиться Скажут лишь года Травы пахнут мятой Очень-очень-очень непонятные Эти нет и эти да Травы пахнут мятой Очень-очень-очень непонятные Эти нет и эти да Я работал вообще С лучшими музыкантами Советского Союза Я работал в оркестре Глючи Хелли Такая певица была Прекрасная певица Она проходила на стон Мы работали в Тбилисской филармонии И был дирижер оркестра и пианист Борис Рычков Он тогда уже входил в десятку лучших пианистов мира Это Сюпа его звали Он огромный такой У него рояль стонал просто Ну вот я говорю У Кровла я был Я работал в оркестре Жана Татляна Симфоджаз Я играл там на виброфоне и гитаре И подпевал Татляну Вот тоже для меня это было На мою эрудицию повлияло Я работал с прекрасным певцом Николаем Никитским Киноартистом Я у него тоже многому научился Я аккомпанировал Марку Бернесу на контрабасе Так что у меня большой опыт И я все это вспоминаю как большое счастье Но в каком возрасте, Вилли Иванович, вы окончательно решили, что для вас лично Я не говорю, что для каждого автора-исполнителя это лучший выход Но я считаю, что для Вилли Ивановича Токарева это стопроцентный рецепт Лучшая песня – это песни, написанные самим собой Я однажды был с дружбой С ансамблем дружбы по Чехословакии И когда я возвращался оттуда, я должен был раньше уехать по каким-то обстоятельствам Они еще на день оставались там И в моем купе был один человек Пассажир, он русский, ехал домой из Чехословакии И я ему спел песню, которую я сочнил Когда я… Ты все, наверное, забыла назвать песню Когда я спел, он плакал Он говорит, это обо мне Вы должны эту песню петь Я пришел на репетицию с Жаном Татляном, я тогда у него работал И был перерыв И мне режиссер говорит, давайте запишите что-нибудь свое Я записал эту песню Он говорит, вы должны петь И Николай Никитский, который разрешил мне в своем концерте спеть мою песню Он говорит, в Виле вы, ты должен петь И вдруг меня приглашает Мурманское радиотелевидение Написать песни для Кольского полуострова Жителей Кольского полуострова и жителей Мурманска и моряков Про моряков Я неделю там побыл и написал цикл песен Вот я изучил все И это все показали по телевидению Я пригласил хороших музыкантов из Ленинграда И когда нас показали, то главный режиссер радиотелевидения Мурманска Сергей Малахов Он сказал, что за одну ночь Стал героем Кольского полуострова И нас умоляли остаться там Подписать договор на 4 года Когда мы увидели, какие там северные платья И какие там гонорары Мы такого никогда не зарабатывали Там, блин, концерты И мы остались там 4 года мы работали в ресторанах Белые ночи Это там белые ночи, темные ночи Зал был всегда битком И на улицах люди стояли в очереди Понимаете? Вот мы 4 года заработали Такие деньги вообще Но самое главное не деньги Самое главное общение с людьми И то, что я там написал много песен Посвященных морякам и так далее И там я начал уже петь Вот там, это моя школа была И меня очень любили моряки И радио все время передавало мои песни Я записывался там Короче, вот так в жизни бывает случайно Однажды взяли мы билет С особым назначением С тех пор куда-то много лет Плывем мы по течению Летят навстречу облака Свободные, как птицы Нас ждут удачи А пока мы просто за границей Мы в жизни знали много бед Делить пришлось их порогу И не случайно наш билет Был взят в одну лишь сторону Нам помнить надо, господа Пускай порой взгрустнется Вперед текущая вода Нас задушь не вернется На Шансон ТВ программа «Звездный пассианс» Ее очередной выпуск Сегодня у нас в гостях Вилли Токарев Я очень хорошо знаю многих своих коллег по цеху И очень немногие из них Одарены вот такой отзывчивостью Такой душевной щедростью Как Вилли Иванович Куда бы его ни позвали На любое мероприятие Благотворительное, пафосное, непафосное Клубы, это маленький ресторанчик Дальний концертный зал Если ему позволяет время Состояние здоровья А ему оно, слава тебе, господи Все это позволяет Он всегда там, где его ждут и любят Невзирая ни на какие материальные составляющие За это ему огромное спасибо Пожалуй, в этом плане Вилли Ивановича можно сравнить Только с Иосифом Давыдовичем Кобзоном Который тоже очень отзывчив В 2013 году в Киеве В очень дорогом клубе Дежавю Произошло одно знаковое мероприятие О котором я хочу попросить Вилли Ивановича сейчас нам рассказать Да, там собралась вся элита Средств массовой информации Телевины, радио И там была такая Дискуссия была такая Интересная очень И они единогласно Они узнав, что у меня нет никаких званий Они не официально Официально присвоили мне титул Народный артист мира Мне было очень приятно слышать Но я хочу сказать Вот вы спросили у меня А почему вы до сих пор Ненародный там, незаслуженный Незаслуженный Вы знаете, я вам честно скажу Я бы не хотел там быть Потому что там их столько много развелось Что там я затерялся бы А так я обособленный Мне виднее, чем если я был бы там Но нет такого ощущения, что немножко правда Обесценилось это звание Да, это уже Хотя, конечно, хочется Вот, чтобы страна тебя признала Да, страна, на которую ты работаешь Но настолько обесценилась Она мне признала Моя песня это сделали Это мой главный критерий И у меня, знаете, у меня еще есть другой заработок Если нет работы, бывает такое, что Нет концертов Нет концертов Ни какой-то ситуации в стране и так далее Вот у меня, например, на Украине У меня 17 концертов я Не вынужден не поехать Потому что были обостренные отношения Война была И я потерял много работы Я отказывал где-то в другом месте Согласен там Но там не состоялось И у меня есть другой Потрясающий бизнес Я пишу музыку Например, я написал песню «Караваи» Я однажды, когда был на дне рождения у человека Он заведует хлебом Я такой хлеб ел только в Советском Союзе Это хлеб не нужен пирожник даже Он такой прекрасный хлеб И я этот хлеб уже стал покупать И от восхищения Я написал песню «Караваи» Которую я Я не буду им продавать Я подарю им эту песню А вообще у меня просто Некоторые бизнесы Написать песню об этом бизнесе Или что-нибудь такое И неплохо платят Хорошо платят И в этом Вот я могу это делать Я беру просто данные Если я о человеке пишу Он рассказывает все данные Я еще что-то спрашиваю Потом пишу стихи Говорю, как вы хотите В юмористической, в лирической Или в саркастической Как вы хотите Он говорит, так Я работаю Показываю песни Еще никогда не было отказа Я всегда Я даже написал песню Такую Эллад Эллад находится в Израиле Меня пригласили ребята в Кишинев Заплатили деньги И говорят, так счастлив Такую песню написал Я не буду пересчитать Сколько я написал Но это мой бизнес Который мне очень помогает А я вот сейчас пользуюсь Служебным положением Вот я сейчас вас попрошу Вилий Иванович Знаете о чем? Вот я, например Так же, как и вы Родом с Кубани Да, я Кубанская казачка Потомственная Я действительно Очень люблю свою землю Но вот у меня Не получается Я очень хочу Спеть песню о Кубани Я хочу спеть песню О своей родине Я обещаю У меня не получается Написать самой И сколько бы мне Не присылали другие авторы Я не верю Я им не верю Я хочу написать так Чтобы вот всех разорвала Неделю И вы получите песню о Кубани Которую не стыдно Петь не только на Кубани И везде А дуэтом? И дуэтом может Как кубанские казаки Споем? Да Обещайте Дорогие телезрители Телеканала Шансон ТВ Это программа Звездный пассианс Я Катерина Голицына У нас в гостях Вилли Иванович Токарев Мы обещаем вам Спеть песню о Кубани А земле нашей Тем более с землячкой С 8 Время пришло Журавлины стай На юг летят Только я остаюсь Люди как птицы О солнце мечтают К нему Хотя Я оставаться боюсь Оторвите меня От земли Журавли В солнечном свете Вам так легко Плывется Вам так легко Плывется Вам так легко Плывется Птицы Курлычат Птицы В дорогу Кличат Мне постоянно Снятся Прылья Чтоб к вам Подняться Журавли На Шансом ТВ Программа Звездный пассианс И сегодня Наш гость Герой Кольского полуострова Всенародно Любимый артист Вилли Токарев Вещи В вашей жизни Недопустимы Ни при каких Обстоятельствах Подлость Обман Выгода Я всегда Всегда нужно быть человеком Я знаете Не обижаюсь на человека Который сделал мне неприятность Я его оставляю в покое Никогда не делаю Я просто Его или теряю Или ухожу Но Зла я никогда не терплю Потому что Зло излучено к тобой Как сказал Амар Хаям К тебе вернется непременно Спокойно нужно Не подходит человек Найди другого Самое главное Порядочность И быть человеком С большой буквы Со всеми Даже Если не нравится человек Будь с ним человеком Это Пусть он будет таким Но ты будь таким Каким ты должен быть Тем более Что если ты еще Дружишь с Господом Богом И все будет нормально И если каждый человек Так будет делать В мире наступит гармония Вы ошибались в людях? Много раз Я очень доверчивый Я И несмотря на то что Доверие было подорвано Много раз Я продолжаю Все-таки доверять Потому что большинство людей Они такие Которым можно доверять Ну а как вы считаете Сейчас с течением Времени Опытом Возрастом Вы лучше стали В людях разбираться Или все равно наступаете На те же грабли Хочется же верить Я хочу видеть Чтобы человек Который я увидел Он был таким Каким я хотел бы Потом бывает Что я Это мое впечатление Первое было ошибочным А бывает так Что подтверждается год Второй И я смотрю Это тот человек Который мне нужен И таких людей Нужно собирать Они Они тебе делают Твою жизнь интересной Они тебе не раздражают Наоборот Они делают тебе удовольствие От общения Вы сейчас сказали О своих взаимоотношениях С Господом Для многих Эта тема интимная Вот у нас Недавно был в гостях Артист Стас Михайлов Который достаточно Откровенно и проникновенно Говорил на эту тему Можно у вас спросить Что такое для вас Бог Вы православный Или воцерковленный человек Я православный И как вы в этом плане Воспитываетесь Я православный И я делаю Все так Чтобы Господь Бог Был доволен мной Это мое правило И я никогда Я не фанатик С Богом можно общаться Не заходя в церковь Ему нужно иметь в сердце И Знаете Некоторые Так хихикуют Посмеются Но это люди Ущербные Это люди Несчастные Которые так думают Ведь Все человечество Имея храмы Костелы Синагоги Церкви Они же не глупые люди Это же Не фанатизм какой-то Что-то Не что-то А есть Именно что-то Нам многое Не дано понять Как мы не можем понять Что вселенная наша Бесконечно Во времени И в пространстве И вот Это невозможно понять Что она никогда Не начиналась Она всегда была Можно понять Только что То что Ты можешь понять Что Господь Бог Он есть И если ты с ним дружишь Он тебе помогает Для меня он знаете Как мой друг Я к нему отношусь Вот как с вами Потому что я ему доверяю Я бываю иногда грешен Я прошу прощения Понимаете Бывают такие моменты Нет идеального человека Идеальный только один Господь Бог И нужно брать пример с него Субтитры 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 Игорь Негода Давайте вернемся К вашему бенефису В рамках фестиваля Звезды Шансон ТВ На Славянском базаре В Витебске Да В честь вашего юбилея Скажите Кто из артистов Который делал Современные интерпретации Ваших песен О присутствующих Не говорят Да Вам наиболее Близок что ли был Вот в своем Введении ваших песен Я знаю Я до сих пор И был кто-то Кто удивил Может быть вас Меня все удивили Потому что они Каждый вложил что-то свое Например Какая-то группа Белорусская Помню Спела мои песни Сара Сарочка Но они сделали ее так Что я был просто польщен Меня все поразили просто Они столько вложили души Таланта И умения Что они Меня восхитили просто Я им очень благодарен Потому что они это сделали Великолепно Ну там все были Приглашены люди Которые имеют Право называться Профессионалами Но меня тоже Действительно Очень многие коллеги По цеху потрясли Вот своим видением Ваших песен То что многие Прозвучали действительно Прямо очень неожиданно Очень свежо И это еще раз говорит Я очень благодарен Ведущей Это Знаете кто ведущий Илона Броневицкая Илона Броневицкая Она удивительный человек Не только на сцене На сцене могут Человек преображаться Вот скажем Вот Мировой и Новицкий были Они были враги в жизни Но на сцене Они были как будто бы Да а вот Илона И на сцене И в жизни Я ее знаю очень хорошо Ты удивительный человек Мы очень редко встречаемся Так вне музыки Где-то знаете Так где-то в обществе Там на паре Там да И там тоже люди узнают Друг друга Кто они есть На самом деле Потому что Человек постепенно Раскрывается По маленьким Таким мизерным дозам И ты понимаешь Кто он Иногда маленькая случайность Может сказать О человеке Больше чем Прошло там Десять лет Скажем Как у меня есть песня Скажем Друзья Там я такой факт Использовал Когда он попросил Сигарет закурить Он говорит У меня нет Была жара Жарко Он вынимает платочек Чтобы протереть лицо И платочек Забой потянул Пачку сигарет Которые упали И рассыпались там И вот этот человек Сказал что нет сигарет Он сказал О себе То что этот человек Не знал Несколько лет Дружа с ним Этот случай Явился основой Для моей песни Но это реальный случай Я знаю О этих обоих людей Одна песня Мы в жизни встретились Один известный Киевский гитарист Он сказал Потому что Вилли От меня уходит моя жена У жены было такое имя Интересное Слава ее звали Слава уходит от меня Я говорю Ну Слава уходит Но твоя Слава Как гитариста Не уйдет от тебя А что я должен делать Вилли Напиши песню Я написал песню Мы в жизни встретились Которую я пою Каждый день до сих пор И мне очень приятно Что эта песня Задержала ее до сих пор Они живут вместе Слава не ушла Мы в жизни встретились Чтоб больше не расстаться Я не забуду Замечательный тот день С тобою стали мы Как ночь с луной встречаться И счастье бегало За нами словно тень Прошли года Вдруг стали тучи появляться Луна ушла Луна ушла А с ней ушла Моя мечта Мне остается Сожалеть И удивляться Что я не тот Уже и ты Уже не та Моя любовь Запомни в этом мире Никто меня С тобою не помирит С тобой мы можем Только сами Только сами Найти луну Под голубыми небесами Моя любовь Запомни в этом мире Никто меня С тобою не помирит С тобой мы можем Только сами Только сами Найти луну Под голубыми небесами А еще какие-нибудь интересные истории? Да, однажды я был, когда в Мурманске, там моряки приходили. Один моряк говорит, Вилли, вот моя жена, красивая девушка такая. Они приходили часто в ресторан, у нас мы повенчались, говорит, теперь я еду сейчас в рейс на полгода, я буду в американских просторах, там Галифакс город, я зайду там, куплю для нее подвенечное платье, все. У нас будет свадьба, я тебя приглашаю. Да мы здесь, говорит, у тебя в белых ночах сделаем ее, где я работал. Однажды он приходит грустный. Я говорю, что случилось? Ты знаешь, я принес подвенечное платье, все для свадьбы, она вышла за другого, за эти полгода. Я говорю, ты не плачь, я тебе сделаю песню, которая тебя успокоит. Я эту песню сделал, буду ждать тебя, называется песня. Вообще все песни, большинство песен, они имеют отношение к кому-то. Вот человек сказал слово, допустим, из ромена, такой Слава, цыган, он сказал, эх, Россия моя бедолага. Раз, принял дозу. Я говорю, Слава, какие замечательные слова, можно я возьму это как рефренд для своей песни? Он говорит, да, бери. И я написал песню «Россия моя бедолага». Все это является основой моей песни. И люди, которые слушают мои песни, они видят себя в этих песнях. И поэтому, может быть, они популярны до сих пор, хотя они написаны очень давно. Вилли Иванович, а у вас вообще есть какие-нибудь, вот хоть какие-нибудь вредные привычки? Ну, потому что, ну, такое ощущение, что вот просто идеальный человек сидит. Сигары вы курите, это вроде бы как не вредно для здоровья. Про алкоголь вы всем говорите, что вы выпиваете 100 грамм в день? Ну, я алкоголь употребляю в размере 100 грамм в день. Это три раза разделённое, это как лекарство. Это, знаете, каждый человек может со здоровыми внутренними органами принимать эту дозу, это, наоборот, помогает. Потому что эта доза, 100 грамм, она ощущает жировые бляшки, делает хороший аппетит, хороший сон. Это даже врачи вам скажут, это прописывают даже. Вот, и таким образом я выпиваю в год 36 литров. Ух ты, вот так посчитали? Ну да, вот по 100 грамм. Больше посчитайте, умножьте на 366 дней. И, знаете, вот я никогда не пью много, никто не заставит. Только однажды было, я однажды, это было в прошлом веке, я шёл по, мимо здания МИДа, стоит майор, город, 9 мая, все уехали за город, никого в городе нет, я иду, а он говорит, здорово, Виля, узнал меня. Я говорю, здравствуйте, с победой вас. Он говорит, тебя-то зайди, махнём. И он пригласил меня туда, внутрь, подъезд. Достал там куда-то бутылку, самодельную налил, самогон на мне, я выпил. И он позвонил по телефону, приходит ещё один, о, Виля, привет, наливает мне. Я, как я могу за победу не пить? Скажут, американец приехал, не хочет за нашу победу пить? Я выпил, ну, может, раз 20 так. И я не знаю, как я дошёл домой, я проснулся только через сутки, квартира была открыта, я лежал там где-то на полу, я встал, думаю, что случилось? Для меня до сих пор вопрос, как я дошёл в таком состоянии домой? Ну, никто не ограбил, всё, квартира была открыта, но всё было нормально. Вот единственный случай у меня был, когда я нарушил этот этикет. А вообще я это стал принимать после того, как я был приглашён в Бразилию на концерт. Там из русского общества пригласили меня на концерт. Я приезжаю, меня никто не встречает. Оказывается, они перепутали терминал. Но я знал, какой я гостиниц должен остановиться. Я беру такси, приезжаю в гостиницу, действительно, там моя фамилия. И у меня портье помогает, мои чемоданчики нести. На португальском языке он говорит, и на английском плохо. Он говорит, что с тобой? Я говорю, у меня ангина. Ха-ха, я это вылечу, говорит. И, знаете, я думаю, что же он ерунду говорит? Я молоко холодное выпью, ангина. Пипа холодное выпью, ангина. И у меня это было, очень мешало мне в жизни. Он сказал, по-португальски что-то сказал, там приходит официант, вот такую чашу льда принёс. Вот это, говорит, пей, ледяную воду, пока не ляжешь спать. Проснёшься по какому-то делу, тоже пей. Утром встал, пей. Вечером ничего не будет. Я думаю, неужели это правда? И начал делать. Действительно, у меня ангина прошла. У меня концерт уже вечером был, а ангины не было. Я ему сказал об этом, говорит, теперь у тебя ангины вообще никогда не будет. И я действительно пью холодное себе молоко, пиво, ничего не бывает. Это клич гомеопатам. Подобное лечится подобным. И вот этот человек научил меня пить водку в таком количестве. Он говорит, когда мне было 17 лет, моя бабушка сказала, «Ты должен пить текилу только 100 грамм в день, не больше, если хочешь быть здоровым». Говорит, я её послушал и делаю это до сих пор. Мне сейчас 87 лет. У меня есть девушка, ей 26 лет, она меня любит как мужчину. Я, говорит, очень здоров, я правильный образ жизни веду. Никогда я не нарушил её совет. Вот это насчёт питья, я имею в виду. Бутылочка хорошего вина Как воздух и как солнце мне нужна Чтоб меру и для кайфа захмелеть Чтоб быть здоровым, чтоб не заболеть Целый мир выносить наше сердце должно Но все горести сердца уносит вино И я всю жизнь весёлую мою Вино с друзьями регулярно пью С друзьями пить вино не устаю С друзьями я танцую и пою Целый мир выносить наше сердце должно Но все горести сердца уносит вино Вы смотрите Шансон ТВ Это программа Звёздный пассианс Мы говорим с человеком, который является мало того, что легендой жанровой песни Он является эталоном того, каким должен быть человек Это наш любимый Вилли Иванович Токарев Вилли Иванович, а как у вас дела обстоят с политикой? Вы вообще ей интересуетесь, не интересуетесь? Я никогда... Это нужно быть талантливым в этом искусстве Я никогда в политику не вмешиваюсь И она как флюгер Она меняется постоянно То сюда пока, то сюда Сегодня, скажем, ты будешь обниматься с одним Завтра придёт другой и скажет А, ты обнимался с ним Вон отсюда Этой политикой должны заниматься люди Которые умеют это делать Я никогда никого не осуждаю Это их дело И никогда в политику не лезу Моя политика – это моя музыка Вот здесь я могу что-то сказать Но если представить себе вот такую какую-нибудь сказочную ситуацию Что у вас есть право, ну, одной просьбы Которую обязательно может исполнить там президент нашей страны Вот как... О чём бы вы его попросили? Я никогда не прошу никого Я никогда... Не то, что не льну к власти Если меня не попросят, я с удовольствием приду Но сам я никогда не предлагаю А можно вот это... Ну, не для себя, для кого-то Для меня президент, любой президент нашей страны Это тот, которому мы должны подчиняться Понимаете? Его слово – это закон И у меня хотелось бы, чтобы люди помогали президенту Потому что он хочет хорошего людям Если они видят, что он действительно такой То они сделают большое дело Потому что если люди не будут слушать президента и его власть Расшатывается государство Государство сильное только тогда, когда власть и люди едины И когда власть делает людям хорошо А люди, соответственно, делают хорошо власти Такой должен быть тандем Когда качаются фонарики ночные Я купила отчий дом А мой нахальный смех всегда имел успех А моя юность пролетела кувырком Сижу на нарах, как король на именинах И пайку серого мечтаю получить Гляжу, как кот в окно Теперь мне все равно Я навсегда готов свой факел погасить Гляжу, как кот в окно Теперь мне все равно Я навсегда готов свой факел погасить Когда качаются фонарики ночные И темной улице опасно вам ходить Я истинной иду Я никого уже не в силах полюбить Я истинной иду Я никого уже не в силах полюбить Ах, осень, волшебница осень С неба льется, море слез И бродячий серый пёс Пойдем, шаббат, сиди Цингарелла, цингарелла Ты надежды обогрела Как же ты забыть просмела Все, что ты со мной имела Цингарелла, цингарелла Цингарелла, цингарелла Кто целует твое тело Получила, что хотела И к другому улетела Цингарелла, цингарелла Цингарелла, цингарелла Сердце от любви сгорело Как березы, как в апреле Так я плачу, цингарелла Цингарелла, цингарелла Сердце от любви сгорело Как березы, как в апреле Так я плачу, цингарелла На Шансон ТВ программа Звездный пассианс И сегодня у нас в гостях человек, который никогда Ни при каких обстоятельствах ни о чем Не стал бы просить власть имущих Даже президента Российской Федерации Даже если бы у него такая возможность была Это Вилли Иванович Токарев Правильно Вилли Иванович, какой самый безбашенный поступок Вы в жизни совершили? Было что-то такое, что вы сделали И до сих пор у вас душа замирает Что вы думаете, господи, да как же я решился-то на это? Даже если такой случай был То он явился как бы продолжением пути к лучшему У меня был момент, когда я, закончив школу Уехал в Батуми, чтобы поступить в мореходное училище Я сдал документы Экзамен был 20 баллов Я сдал на 19, это проходной Я не прошел по зрению Я потом подумал, что я не могу поехать домой с позором Устроился на танкер На танкер В котором я залезал, маску одевал И соскребал эту застывшую нефть с танков Там дышать было нечем Но я настолько хорошо работал, что На это обратили внимание капитан и старший механик И они говорят Слушай, а ты не хотел бы быть в штате нашего корабля? Я говорю, ну конечно, я же для этого пришел И они мне определили, чтобы я закончил курсы котельного машиниста Я их сдал на отлично Они мне открыли визу И я пошел в первое плавание Мы зашли в Бургас Зашли в Констанцию, Румыния Потом через... В Турции были, в Стамбуле И так я стал моряком Вот это вот безбашенный поступок У него явились следствия такие Очень полезные Я увидел мир Увидел, как люди одеваются Увидел другую музыку, услышал Все это на меня повлияло И я стал более эрудированным Так что не бывает поступков, которые нужно осуждать Только те, которые являются, ну, из ряда вон выходящими И за которые наказывают Вот этого не должно быть А остальное, ну что может быть там Это все допустимо Каждый год в День Победы старушка рыдает У нее сыновья не вернулись домой Столько лет все надеется, все ожидает Может быть хоть один, хоть один мой сыночек живой Это эхо войны с той победной весны Это долгое эхо войны Чей-то сын и отец Чей-то мать и сестра За сегодня погибли вчера Мать моя в День Победы дрожащей рукой Со слезами в глазах зажигает свечу Столько лет мать-старушка не знает покоя Я не видел отца Я не видел Стою и молчу Это эхо войны с той победной весны Это долгое эхо войны Чей-то сын и отец Чей-то сын и отец, чья-то мать и сестра За сегодня погибли вчера Ненапрасно весною земля расцветает Каждый шаг нашей Родины кровью омыт В День Победы о мире солдаты мечтают И ничто не забыто Ничто и никто не забыть Это эхо войны с той победной весны Это долгое эхо войны Чей-то сын и отец Чей-то мать и сестра За сегодня погибли вчера Это эхо войны с той победной весны Это долгое эхо войны Чей-то сын и отец Чей-то мать и сестра За сегодня погибли вчера Велик Иванович, а вы смотрите телевизор? Вообще есть время следить за тем, что происходит на телеканалах? Я смотрю только интересные передачи, потому что Я раньше, помню, телевизор захлебывался, смотрел в Советском Союзе Эти голубые огоньки, когда приглашали людей, которые могли петь Хорошие песни пели Когда были передачи очень интересные Вот я культуру очень часто смотрю, когда там вижу по программе интересы передачи А так вообще, знаете, телевидение просто говорят, что друзья и телевизор – это воры твоего времени Я против передачи, где пропагандируется насилие, кровь или вульгарность Я люблю слушать объективные новости Есть такие у нас студии, которые это делают И я не люблю передачи, которые сделаны неталантливыми Это сразу видно Ведь так же, как и песни, написанные многими авторами, бывают неудачными или просто плохими Так же и передачи по телевидению могут быть Там нет критерия Там есть отдельные люди, которые талантливые, они что-то делают Вот иногда восхищаешься тем, что человек тебе показывает, что он может сделать Да, я люблю такие передачи, где я могу взять для себя что-то полезное Я понимаю, что вы сейчас не захотите обидеть одних артистов или чего-то Но все-таки, ваш хит-парад современного шансона или не шансона Ну, современной эстрадной песни, так будем говорить, да? Потому что что такое шансон? Мы говорим о том, что это просто хорошая песня с хорошим глубоким смыслом Или для вас это что-то другое? Для меня вообще шансон, я так смотрю со стороны Это замечательная возможность людей, которые не могут Ни в министерстве культуры, нигде себя проявить Они обращаются сюда, им дают телевидение И у них возможность по радио, есть возможность в Разгуляя И в других концертных организациях, ТВ Шансон и Радио Шансон Где они себя проявляют, и они становятся знаменитыми Я очень рад, что на фоне наших состоявшихся, уже, так сказать, классиков Это Пугачева, Кобзон, да? Вот эти люди, они очень большого масштаба, да? На них просто нужно равняться и смотреть, как они это делают Но очень трудно, потому что это возможно только таким сильным духом, талантом И стремлением, как у них Но мне очень приятно, что и среди молодых исполнителей Появляются люди, которые мне очень нравятся Потому что у них есть вот эта искра, которая потом разгорится в пламя Когда я первый раз услышал меладзе Я только сидел в кафе и слушал Кто это? Это меладзе поет Я сразу сказал, этот человек будет очень популярным У меня есть такое чутье Я сразу знаю, что будет дальше Ну вот у нас такой популярный певец Стас Михайлов здесь, да? Ведь его принял народ Не важно, что он не нравится кому-то Люди голосуют, приходя на концерты Люди приходят на концерты Покупая пластинки, конечно Это самый главный показатель успеха этого человека И никогда не нужно искать блох Это бесполезно Это могут люди делать завистливые Или люди, которые никогда не будут таким популярными, как они Это от зависти Зависть – это страшное дело Это болезнь, от которой люди раньше умирают И она умирает вместе с ними Как сказал Мольер Завистники умрут, а зависть никогда На Шансон ТВ программа «Звездный пассианс» У нас сегодня в гостях Вилли Иванович Токарев Который никому не завидует И поэтому будет жить вечно Чего мы ему от всей души желаем Мы желаем ему творческих успехов, здоровья Желаем, чтобы сбылась их с Джулией мечта И еще появились у вас дети Чтобы появилось как можно больше детей В виде ваших новых замечательных песен Всего вам самого хорошего Всего вам доброго Приходите к нам в студию, мы всегда будем рады вас видеть И мы хотели бы вас попросить Для многих миллионов зрителей Которые сейчас смотрят эту передачу Сказать пожелания от Вилли Токарева Рецепт вечной молодости от Вилли Токарева В принципе, вы много рецептов уже сказали Но как-то коротко суммируя Ну и пожелания нашему телеканалу Я очень благодарен вам, дорогие мои поклонники И просто зрители, которые видят меня впервые Что вы сейчас у телевидения смотрите эту передачу Я очень благодарен, что у меня сегодня было очень удобное В общении ведущая Голицына, госпожа Голицына Которая делает это настолько просто Как будто мы все знакомы всю жизнь Это тоже большое искусство Вот так вести передачу Чтобы я чувствовал себя как в своей тарелке Я хочу вам единственного пожелать От которого все зависит Только крепкого здоровья на всю вашу жизнь И у вас будет все в порядке Спасибо большое Я ваш Вилли Токарев ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПЕСНЯ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА